Приглашаю всех в мир цветных рисунков. И сегодня акварелью нарисуем вот такой красивый апельсин. И сейчас я вам покажу, как это легко и весело делать. Перед началом нашего рисунка я прикрепила клейкой лентой лист акварельной бумаги. Приготовила акварельные краски. Акварельные краски у меня обычные, непрофессиональные. Но здесь есть много хороших цветов, которые я обычно использую. Тарелка. В тарелке я буду смешивать пигмент, то есть акварельные краски. Размешивать с водой или смешивать между собой. Для того, чтобы найти правильный цвет. У меня есть баночка с водой. И несколько бумажных салфеток, которыми я буду вытирать кисточки после того, когда я их промою. Также я буду использовать несколько акварельных кисточек. Тоже очень простые. Они синтетические. Не профессиональные. Очень люблю вот такие кисточки с обрезанным краем. Но, в принципе, если их нету, то можно использовать и другие. То есть среди них есть тонкие кисточки, потолще и широкие. Для начала я делаю эскиз простым карандашом. Я обычно рисую без эскиза. Но для того, чтобы показать вам, как это делается, начинаю с эскиза. Во-первых, мы будем рисовать по центру нашего листа. Делаем такой овал. Это будет у нас разрезанный апельсин. Это его разрезанная часть. Видим его часть шкурки. И апельсин, который на заднем плане. Тоже такой овал. Здесь будет его место, где когда-то был цветочек. Теперь показываем такими линиями внутри шкурки, толщину шкурки и, конечно, перепоночки, которые приходят к центру. То есть у вас должно быть получиться вот такой примерно эскиз. И нарисуем, наверное, несколько листов. Наверное, здесь будет лежать тоже лист. Наверное, достаточно. Я уже смочила акварельные краски и начинаю рисовать, конечно, со самого светлого оранжевого цвета. Здесь на тарелке я добавлю воды, чтобы у меня был попрозрачнее цвет. И прохожу по шкурке нашего апельсина, который, конечно, лежит ближе всего к нам. Начинаем с него. И второй апельсин сейчас мы тоже оставим здесь. Оставим такое светлое пятнышко. Такой будет у нас блик света на шкурке лежать. И закрашиваем. Я взяла такую кисточку пошире. И закрашиваю наши апельсины. Теперь между перепонками я сейчас сделаю, оставляя светлые пятна. Тоже закрашиваю оранжевым цветом. Ну, я обязательно оставляю светлые пятна, потому что там сок апельсиновый, он дает отблески. И даже сейчас возьму и очень вот тонким краем, вот эту кисточку я люблю. Но если у вас нет такой, просто берите тонкую кисточку и пройдите по краю. Так вот графично показать надо край нашего апельсина. И так как мы не стерли эти линии эскизные, их надо как-то скрыть, я тоже пройду по эскизным линиям, показывая перепонки. Перепонки мы не закрашиваем, они должны быть светлые, оставаться светлые по отношению к нашему апельсину. И сейчас мы немножко покажем, обозначим край апельсина, который лежит на дальнем плане. Здесь внизу, конечно же, будет он в тени, оказывается, поэтому будет более темного цвета. А эта часть, она будет на свету, она будет более светлой. И, конечно же, вот между двумя апельсинами здесь будет более темный цвет. Но сейчас мы пока его не показываем. А подождем, когда у нас подсохнет то, что мы уже закрасили. Наш рисунок немного подсох, но не полностью. И я теперь вижу, когда акварельная краска высохла, она посветлела. И я вижу, что это не совсем апельсиновый цвет, поэтому я сейчас возьму и добавлю сюда более оранжевый, более темно-оранжевый цвет, который ближе к натуральному цвету апельсина. Немножко даже смешаю всем светло-оранжевым, который мы уже использовали. И начинаю проходить по той части шкурки апельсина, который будет самой темной. Цвет у нас будет падать с этой стороны, поэтому это будет более темные части апельсина. Они окажутся в тени. Только покажу край. Здесь оставлю более светлый цвет. То же самое делаю с этим апельсином. Пока видите, еще не подсох, не подсохла акварельная краска полностью, поэтому так хорошо она расходится все вместе. Добавляя воду, это же акварель, водяная краска, очень легко, хорошо работать. Кстати, можно добавить сюда цвет на теневую сторону. Немножко обозначу край. У апельсина шкурка неровная, поэтому я когда делаю вот так с водой, такие вот мазки, краска ложится неравномерно. Но зато получается очень хорошо рисунок самой шкурки апельсина. То же самое можно сделать здесь. То есть добавить так не очень равномерно, такие световые пятна. Здесь вот я, пожалуй, придумаю немножко получше. И теперь внутри, там где мы видим на разрезе, чуть-чуть тоже добавлю несколько более ярких мазков, не полностью. Оставляю белые блики света. И дадим высохнуть. Пока наш рисунок подсыхает, я все-таки беру ластик и немножко сотру наш эскиз. Вот где наши листья, чтобы они не просвечивались. Здесь акварельная краска довольно прозрачная. Для того, чтобы результаты нашего стирания не попали на наш рисунок, он еще пока влажен, я сотру. Я стряхнусь вместе с салфеткой. Салфетка мне поможет. Стряхнусь. И теперь мы можем даже использовать зеленый цвет. Наша тарелка. Находим чистое местечко на тарелке. Берем самый светлый травный такой, который не соответствует цвету листьев. Но это будет наш первый базовый цвет. И дадим... Закрасим наши листья, которые мы немножко стерли. Если немножко измените форму листа, ничего страшного. Самое главное, не заходить на сам рисунок нашего апельсина. И здесь покажем лист. Это пока первое базовое. Мы потом добавим еще один слой цвета сюда. И сделаем более темные листья. И можно даже добавить еще один лист. Видите, как мы художники. Вот я, в общем-то, люблю работать без эскиза. Но для того, чтобы показать, как это делается, конечно, надо всегда показать эскиз. И дадим немножко подсохнуть. Наш рисунок все еще сохнет. Я возьму немножко желтого цвета. Смешаю с оранжевым. И пройдусь по вот этой части. По разрезу. Он должен быть цвет немножко светлее, чем шкурка. Но все-таки это не белый цвет. Мы сюда добавим вот этот тон. И, наверное, можно даже где-то частично пройтись по перепонкам. Хотя они белые. А для того, чтобы показать, какие они белые, мы сейчас возьмем еще коричневый цвет. И кое-где добавим совсем-совсем тонкие, пунктирно обозначим эти перепонки. Я работаю этой кисточкой. Можно взять просто тонкую кисточку. А я работаю краем этой обрезанной наискосу кисточки. И, конечно же, тогда надо пройти по краю, добавить сюда коричневый цвет. В теневой части вот еще он не подсох. Но как хорошо с водой стала расходиться краска. Очень я люблю здесь. Может, даже такие пятнышки поставить. Там такая неровная структура шкурки. Апельсина. И немножко сейчас сюда, затемнем. В этом углу будет потемнее. Можно немножко еще пятнышек сюда добавить. На разрез самого апельсина. Это я просто коричневым цветом работаю. Возьму желтый пигмент. Найдем чистое место на тарелке. И что я хочу сделать? Я хочу осветлить немножко вот эту часть. Поэтому я прямо немножко как бы размешиваю этот цвет, который уже я дала. И хочу сделать это поярче, полегче. Очень жесткий получился цвет немножко у нашего. Апельсина. И шелтый цвет нам поможет. А здесь добавлю наоборот темный цвет. Нам надо показать выпуклость, объем. Поэтому я добавлю в эту часть более темный цвет. А тень нам надо показать, добавить холодный цвет. Вот я возьму голубой цвет. И сюда прямо совсем по краю добавлю совсем немножко. И помогу этой краске разойтись с водой. Это акварель. И у нас так получается очень акварельно, красиво. И сюда можно добавить тоже в это место. Ну что, получается очень хорошо. Начинаем работать с нашими листьями. Возьмем зеленую краску. Она такая у меня очень такая зеленая. И чтобы ее смягчить, я добавлю светло-коричневый. Светло-зеленый. И вот у меня получился очень красивый, натурально зеленый цвет. И я работаю с листьями. То есть вот эти листья, они в тени оказываются. Поэтому они будут потемнее. Видите, я оставляю центральную часть непрокрашенной. Для того, чтобы получился такой легкий акварельный рисунок. Не тяжелый. Надо немножко зеленый добавить цвет. Сюда. Теперь более зеленоватый тон. Вот очень красивый цвет листьев получился. Работаем с верхними листьями. Я специально оставила светлые непрокрашенные места. Это как бы блики у нас. И это здесь могут быть. Очень аккуратно. Там, где соприкасается лист с нашей частью нашего апельсина. Сейчас я возьму более тонкую кисточку. И поработаю с этим листом. У меня такая смесь тут красок коричневого и зеленого. Видите, я когда работаю с листом, я даже меняю немного форму листа. Для того, чтобы у меня получился более натуральный рисунок. И такой светло-зеленый еще сюда добавлю. Этот лист лежит на свету. На нем больше всего света. И можно добавить вот эти пятна немножко светлого. Наш рисунок немного подсох. И я вижу, что я должна поработать немножко с этой частью. Я беру кисточку, промокнула ее. Немножко оставила воды. И все-таки вот такими круговыми движениями немножко сняла часть краски. Я хочу, чтобы это место было более светлое. Не такое уж темное. А здесь был тень. Здесь все хорошо получается. И немножко я добавлю коричневого цвета. Вот у меня так он и есть. Здесь вот коричневый цвет. Ну, он очень светло-коричневый цвет. Я его сейчас добавлю. Вот в эти места, где перепонки приходят к центру. Но не везде. В некоторых местах очень акварельно, легко. Без очень жестких переходов. Возле белых пятен, которые мы оставили, можно немножко добавить тоже темный цвет. Когда они заиграют лучше. И немножко я хочу добавить все-таки темный цвет. Вот сюда, чтобы... Ой, очень темно сделала. Моем кисточку и водой немножко с ними. Это темный цвет, который я добавила. Пока акварель сохнет, еще сухая, мы еще что-то можем исправить. Мы очень можем много всего исправить. И вот такими вот касаниями я добавляю бугристость. Вот, теперь мы будем работать с сенью и с листьями. Но вначале с листьями. Что я хочу добавить? Вот у меня краска подсохла. Поэтому я вижу, что я должна добавить здесь среднюю часть. Больше обозначить ее. Ну, что надо помнить. В акварели не надо накладывать много слоев. Три слоя, наверное, это максимальное, которое мы используем, накладывая один цвет на другой. Чтобы сохранить легкость в акварели. Акварель должна быть легкой. И теперь будем работать с тенью. Наш апельсин такой сочный, яркий, светлый. Поэтому тень будет холодная и голубая. Я начинаю работать в самом темном месте, где тень может находиться. Между двумя нашими апельсинами. Здесь вот под листьями. Все мазки я делаю горизонтально. У нас на горизонтальной поверхности лежат наши апельсины. И здесь вот, где больше света, конечно, здесь очень светлая краска. Самая темная будет здесь. Видите, как она красиво расходится. Будет также темная краска здесь, потому что это далеко от света. Здесь тень и от апельсина, и от наших листьев. Стараюсь не прикасаться. В акварели очень хорошо не вырисовывать детали. Оставлять много светлого пространства. Тень ближе к предмету, более яркая. А чем дальше, тем она светлее рассеивается. Вот и получился у нас такой рисунок. Дадим ему высохнуть. И будем считать, что мы закончили. Нет, еще подправлю. Возьму сейчас тонкую кисточку. Возьму очень темную, темно-синюю краску. И вот я сейчас хочу немножко потемнее сделать здесь, обозначить это место, где когда-то был цветочек. Вот теперь все. Теперь дадим высохнуть. Вот и получился у нас такой замечательный рисунок. Два красивых, сочных, аппетитных апельсина. Приходите в гости. Рисовать легко и весело, когда вместе будем рисовать много хороших рисунков. Рисовать легко и весело.